Сегодня мы поговорим с вами про понятие избранности еврейского народа или, как сам Всевышний называет нас, сгула. Я цитирую глава Итро. И вот, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете мне дрожайшим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Дрожайшим уделом вот это словосочетание представлено в Торе одним словом – сгула. Слово сгула переводится как выдающимся, как амулет счастья. Например, когда мы держим сгула в руке, мы знаем, что нам будет сопутствовать счастье. Это некое лекарство чудодейственное, которое может помочь тогда, когда ничто не может помочь. Причем без особых усилий, обратите внимание, без особых усилий. Сгула – это, может быть, камень, может быть, хамса. Сегодня мы с вами знакомы с массой сгулот, которые есть в мире. Теперь подробно давайте поймем, почему еврейский народ представлен в Торе как сгула, и от чего это зависит, чтобы мы действительно были этой сгулой. Написано, если вы будете слушаться голоса моего. Еврейский народ называется в книге Туилим «Виноградная лоза». Как написано, «Виноградную лозу из Египта вознес Бог, изгнал народы и посадил ее». Итак, еврейские души, которые называются «Виноградная лоза» Кнесет Исраэль, они символизируют собой вот такое разветвление винограда, из которого делают вино. Его топчут, выжимают, он пускает сок. Прекрасный и пьянящий, так еврейский народ. Невзирая на беды и страдания, он пускал сок, пускал корни в разных странах. И, как я уже сказал, несмотря на то, что его топтали, гнобили, в ответ он играл как красное вино, которое пьянит своими достижениями. Царь Давид в книге Таилим пишет, «Кос ешуот эса убишема дона икра» «Кубок спасений вознесу я и к Всевышнему обращусь». Кто обладал этим кубком и возносил его вверх, то есть кто относился к евреям? Хорошо, тому сопутствовала удача. И сам Всевышний был с ним, мы помним, как первый человек, который попадает за границы земли Израиля, был Йосеф, сын Якова. И как Всевышний обогатил Египет, буквально написано, и Бог был с Йосефом, и обогатил он дом фараона и всю землю египетскую. Чудеса сопутствовали им, они стали мегагосударством, они стали самой сильной державой. Но потом, когда фараон уже не заметил и забыл все регалии, все заслуги Йосефа, через буквально несколько десятков лет Египет превращается в заурядное государство, как все. Пишет царь Соломон в книге «Песнь песней» «Он привел меня в винный дом, и знамя его надо мною любовь». Пишет комментарий «Обнародуй меня всем». «Я еврейский народ, раскрой всех любовь ко мне». Так говорит Кнесет Исраэль. «Раньше я была неизвестна, но сейчас моя праведность и избранность раскрыта». «Я как вино, про которое написано, заходит вино, выходит секрет, как секрет для всех народов, как знамя, я прошу всех любить меня, но увы». Тяжелая диаспора, невзгоды. Евреи, которые по той же египетской схеме, где написано «И встал фараон, который не знал Йосефа, не знал, не хотел знать», то же самое попадает в Испанию. Обратите внимание, 8 веков пребывания там способствовали росту экономики. Евреи действительно были сгула. Они были как эликсир победы, как лекарство чудодейственное для Испании. Эта страна поднялась и стала мировой державой. Обратите внимание, в мире сегодня, как в память об этом, все в основном вот эти захваченные колонии, ну большинство из них говорят на испанском языке, в доказательство этого. Но потом в 1492 году нас из-за придирок на религиозной почве, кровавых наветов, инквизиции нас выбросили из Испании. Очень красивую фразу говорит султан Турецкий. Он говорит «Фердинанд выбросил алмаз через окно». Я напоминаю, тогда во главе Испании стоял король Фердинанд и его жена Изабелла, страшная католичка, которая ненавидела евреев всеми фибрами своей души. Она и ее муж выбрасывают, буквально исторгают евреев из Испании. Этот камень поднимает турецкий султан. И уже через 20 с чем-то лет, в 1517 году, Атаманская империя захватывает весь мир. Обратите внимание, вы, если будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, будете мне сгула из всех народов. Так говорит Всевышний нам. Именно в последние века евреи особенно отличились. Экономика, наука, искусство, их вклад в это был незабываем. Его невозможно было соотнести к процентному количеству всех народов. Чем вызван такой всплеск? Написано в книге Берешит, «В главе Ноаха, в 600-й год жизни Ноаха, во второй месяц, в 17-й день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны. И окна небесные отворились». Согласитесь, Тора, она безгранична, поэтому комментарий на это дает уникальную вещь книга Зоора. Книга Зоора говорит, что тот дождь, который полил в 600-й год жизни Ноаха, повторится еще раз, и это будет в 600-й год последнего тысячелетия. Разверзнутся бездны земли, и в мир поднимется мудрость, мудрость, которая до сих пор не была соизмерима ни с чем. Ибо Ноах, само понятие Ноах, это спокойствие. До этого года мир был в полном спокойствии, но именно тогда, давайте посмотрим, когда это был 600-й год, последнего тысячелетия, мы еще живем с вами в последнем тысячелетии, по еврейскому летоисчислению, сейчас 5778 год. Это последнее тысячелетие, мир, так же, как Бог создавал мир шести днями, написано «Тысячи лет в глазах твоих, как один день», в Кабале написано, что мира уготовано всего шесть тысяч лет. Так что мы живем с вами, в принципе, в последнем тысячелетии. И вот на 600-й год этого тысячелетия, то есть приблизительно 178 лет тому назад, это приблизительно 1850-й год, 51-й, в мире открываются бездны Земли и начинает проливаться очень прогрессивно в мир наука. Мы говорили про науку, самые великие научные открытия, которые были, их просто невозможно пересчитать по пальцам, кто хочет, может проверить именно с этих лет. В любом случае, параллельно этому открываются небесные трубы, ворота небес и в мир течет дождь мудрости Бога. Кабала, которая была дарована Аризалем, мы получили это от великого праведника, мудреца Аризаля, она начинает распространяться среди всех и очень-очень сильно внедряется в еврейские умы. Именно с 1850 года написано, что в мире происходят научные открытия, невиданные до сели. Начиная с 20 века эти открытия начинают принадлежать в основном евреям в очень сильном процентном отношении. Деятели искусства превышают себя по отношению ко всем другим народам. Здесь есть очень интересный момент. Евреи обогащают мир божественной энергией. Мир принимает эту энергию, но вместе с тем он не принимает тех, кто эту энергию принес евреям. Исторг их этот мир. Ненависть, зависть к успеху. Их называли преступниками, обвиняли в изменах, преследовали, отбирали все имущество. И им опять приходилось все заново, заново добывать и добиваться. Они оправдывали себя, то есть те, кто нас изгоняли, забирали и так далее, что сам Бог их проклял, что евреи ненавистны всем, но сами евреи давали миру все. Пророк Ишаяу 2500 лет тому назад пишет такие строчки. «И взошел он, имеется ввиду Израиль, как росток и как корень из почвы сухой, не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков образ его, чтобы прельститься им. Он презираем был, и отвергнут людьми, страдалец изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица презираем был, и мы не почитали его. Мы, это имеется ввиду народы, где мы жили. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел. А мы считали, что он поражаем и побиваем Богом, и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его мы исцеляемся». Глубину слов пророка можно проверить на истории. Именно еврейский народ был как сгула, как эликсир, как алмаз для всех народов. И те народы, которые относились к евреям, хорошо. Бог как бы прощал их преступления. Ведь невозможно, скажем, сравнить люди в одной стране и в другой. Они одинаковы. Нет разницы между людьми. Но в стране, где они почитают евреев, Бог как бы забывает их грехи, а грехи были, и поднимает эту страну на высокий уровень. В других же странах, где издевались над евреями, Бог лишает их нормальной жизни. Возьмите Великая Польша, Речь Посполитова, знаменитый царь Казимир, когда к евреям относились хорошо, это была империя, они даже воевали с Россией. Кто они сейчас? Вписано в том же далеком 19 веке. Мир развивается по направлению тайного учения Туры Каббала. Как я уже сказал, с одной стороны над евреями нависает угроза ассимиляции, с другой стороны нас защищает хасидизм, Каббала, нас защищают те светочи еврейского народа, которые переживали и переживают до сих пор за каждого еврея. Ни на минуту Любавический Рэбб не прекратил думать о евреях россияне. Но дамы и господа согласитесь со мной золотой век еврейства закончен. Вы сейчас наверное изумленные с одной стороны воодушевленные вдруг я говорю что-то не то. Если мы с вами сегодня посмотрим я имею в виду на сегодняшний день в мире больше нет такого количества великих евреев. Возьмите простой весь шахматный турнир. Раньше лет 40-50 тому назад вы могли сделать на соревнованиях по шахматах синагогу. Просто меня. Он мог состоять из участников, он мог состоять из судей, из зрителей. Сейчас не просто чемпионом мира, даже экс-чемпионом нет. Это факт. В науке, в искусстве мы как все. И вы знаете я очень рад например, сам, что мы как все. Что же было вот этот вот великий всплеск? Чем он был дан? В свое время Бог улыбнулся евреям. Они оставили Тору. Они вышли с Ешиф и покорили великий свет и вот этот потенциал Талмуда, потенциал Торы, потенциал Кабалы, потенциал нравственности он дал им рост. Они просто использовали это, но это закончилось. И Бог говорит нам, ребята, вы всегда будете сгулой, вы всегда будете вот этим камнем и лекарством, но для этого вам не надо быть академиками, вам не надо быть профессорами, вы можете быть обыкновенными людьми, но при этом не забывать закон Божий, как написано у нас в главе Итро. И вот, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим дрожайшим уделом из всех народов, то есть сгула. Сгула это от слова миссугаль, может помочь. Мы должны верить во Всевышнего. И в тех странах, где мы живем, мы должны соблюдать закон. Если мы будем соблюдать закон, а тут сегодня, слава Богу, в мире нет ничего запрещающего. Сегодня везде, в любых странах, у нас в России на это смотрят только положительно. Открытые синагоги, открытые бейтмидраши, занимаются очень знаменитые люди Торой, отрывают от себя час в неделю, показывая этой стране, что вот мы обогатим эту страну знаниями. И с этой страной будет сам Всевышний. Поэтому с Божьей помощью я хочу благословить всех наших зрителей, дамы, господа, чтобы Всевышний наградил вас вот этим пониманием, и чтобы все мы были сгула миколами. Шалом, шалом. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!